Здорово! Вы знаете мою нездоровую любовь ко всяким автоматизациям и лампочкам. И сегодня я вам сделаю небольшой обзор про новенькую помпу Jibao серии Sine. Не знаю, может быть, C неправильно читать. В общем, суть в том, что это известная уже вам помпа CrossFlow с широким потоком, только с возможностью управления через интернет. Вот так вот выглядит обновленный контроллер. Он немного больше, немного длиннее предыдущего. И здесь появилась новая кнопочка Wi-Fi. И, собственно, все. И можно управлять этой помпой в режиме мастера или в режиме slave. То есть ты на одной помпе настроил мастера и ей управляешь похожим. Это все делается через приложение. Давайте скорее подключать. Какие наши действия? Берем ваш айфончик. На Android тоже есть. Берем инструкцию. Здесь в инструкции есть QR-код. Переходим по ссылке. Устанавливаем приложение. Называется Jibao Aqua. Ну или как-то так. Найдете. Вот. А дальше. Вот наше приложение. Авторизуйтесь, если у вас есть уже аккаунт. Странно, что нет. Если. Вот. Простая регистрация. Проходите ее. Заходите. Значит, появляется у вас такое вот меню. У меня написано No Devices. У меня вот нет ни одного девайса. Есть одна кнопка Add Now. Значит, тыкаем. Добавляем. Тут целый список. Я надеюсь, что я скоро сделаю обзоры на все эти компоненты. Тут целый список оборудования, которое может быть использован вместе с этим приложением. Нас интересует Wave Pump. Самый первый пункт. Тыкаем. Wave Pump. Дальше. Здесь есть внизу галочка. Написано Device in Smart Configuration Mode. Да, то есть можно по-умному подключить. Ставим ее. Значит, на контроллере нажимаем зеленую клавишу, вот эту Wi-Fi. И ждем, пока лампочки, как вот нам инструкция советует, будут перемигиваться в значении статус красного на зеленое. Ну, вот так перемигиваются. Нажимаем в приложении Next. Приложение запрашивает пароль к сети, который будет подключен к устройству. Вот в моем случае сеть iPhone. Набираем пароль к сети. Набираем. Тыкаем Next. Ждем Connecting. Если сразу не сконнектилось, то какой-то глюк, попробуйте повторить это все сброситься и повторить еще разок. Вот у меня там обнаружилось устройство. Пожалуйста, выберите устройство, которое ты подключаешь. Да, но в нашем случае вот это единственное. В 0FF выбираем его и добавляем. Саксесс. Оки-доки. Старт. Теперь в приложении, где раздел My Devices, появляется ваше устройство. Чтобы перейти к настройкам, нажимаем своим пальцем жирным и удерживаем ее. Мы попадаем в такую вот менюшку прикольную. Менюшка состоит из трех вкладок. Manual, Linkage и Program. Вот он здесь, Program. Значит, что касается мануального режима, то здесь показано, что сейчас она помп работает на 60%. Если мы удерживаем, то она также отключается. И сейчас секу, как-то тут можно было ее сделать побольше, поменьше. Давай. Давай, шо ты? Вот. Надо удерживать клавишу Manual. Здесь стрелками влево-вправо мы можем выбрать разные режимы. Да, вот рандомный режим, режим кормления, постоянно длинный, классический. Значит, что касается вкладки Linkage, то можно назначить эту помпу мастером и слейвом. Если ты назначаешь мастером, то все настройки, настроенные на этой помпе, будут переданы на помпы, которые сидят в режиме слейв. Тоже, ну, такая не очень интересная вкладка. И самое интересное, это вкладка Program. Program. Вот она представляет из себя такую вот требуху. Удерживаем кнопочку. Program попадаем в разделы с программированием. Здесь на каждый временной интервал, который вот вы можете задать, можно поставить свой режим. Вот так это все выглядит. Можно вот там рандомный, классический, постоянный и так далее. В каждом режиме можно зайти в настройки и изменить мощность, например. Выходим, сохраняем. И таких временных интервалов, вот ты стрелочками вбок, вправо, влево, можешь выбирать временной интервал. Точно так же его можно, этот интервал, добавить или удалить. Вот таким вот образом можно их удалять. Внесенные изменения сохраняем. Дам. Подтверждаем. Вот так все это работает. Такой вот замечательный насосик. Соответственно, если тебе нравятся всякие такие игрушечки, штучки, дрючки, то я настоятельно рекомендую к покупке. Ко всему прочему, Jabao обещает выпустить целую, как это называется, короче, еще устройство для этого приложения. Вот у меня сейчас уже есть помпа подачи. В следующем видосе будет про нее, собственно говоря. Посмотрим, что может она. Вот. Если тебя напрягают все эти вещи, типа Wi-Fi, что, зачем, то не надо. Но как бы, ну нахрен, просто не нужно. Это чисто игрушка. Она, безусловно, облегчает. Если говорить об автоматизации, которая действительно облегчает, это компьютеры уже, Apex там или там GHL, неважно. Вот. Это такая игрушка. Прикольно. Огромный плюс конкретно, что касается помпы течения, то, что можно ее настроить в разное время суток на разные режимы, да. То есть, до этого, ну, Jabao такого не позволяло никому. Вот. Соответственно, если вам понравился видос, ставьте лайк. Если не ставишь лайк, присылай нам донаты. Вот на шавуху, например, мы купим там себе. Увидимся в новых видосах. Чао-какао. Пока.